Заман Хайрл Олсен Из Татарстана Ваш кому-то знакомый журналист обращается Я сегодня выставил с гагагузской свадьбы Там май, не там май Может это был Дизгинджа Скорее всего Там мы были типа сватавства Сам поставил свадьбу Потом посмотрел скромненько В смысле помещение такое Потом вспомнил, что ехали свататься Потом думаю Напишу-ка в скобках сватовство Что вот нравится Чтобы не говорили кто-то там про гагауз Вот я смотрю, видео ставлю И там, будучи Там многое отмечаю в гагаузском народе Вот то, что я в детстве рос И мне все время там У нас, знаете, иерархия была сильная У нас восемь братьев Я предпоследний Последний, восьмой, значит Избалованный Скажем так прямо Ему не доставались щишки А мне вот доставались И вот эта иерархия Отец доволен Братья недовольны Братья довольны Отец недоволен И вот все время казалось, что не так делаешь Не так делаешь Как там в анекдоте про монгольского космонавта Который слетал Вот И когда я поехал в гагаузире И ожидал, вот думаю Не то сделаю, не то скажу Но я обратил внимание Насколько у них Глубокая порядочность И искреннее уважение к гостю Это я заметил Когда из Турции один приехал Наш брат И ванны там залил водой А мне надо было попасть туда А он там, значит, не знал, что делать Залил все водой Я Сколько после этого Общался с хозяевами Они даже намеком не дали понять Насколько вот Им неудобства человек доставил Вот Настолько терпеливый Гостям Уникальный в своем роде А почему я именно К гагаузским братьям-сестрам Решил обратиться А потому что У нас у татар есть Замечательная поговорка По-татарски сначала скажу Значит, дочка, тебе говорю Невестка, ты слушай Как понимаете, там Невестки, значит, она все-таки Как сказать, посторонняя В некотором роде Хотя и Ну, она родственница, но не кровная Ей нельзя В лоб что-то говорить А своя дочь Стерпит Родная кровь Ну Тоже вот Родственники Всегда так Кажется Чем ближе, тем Больнее В той же Одессе Я когда Чуть-чуть Не соблю Говорят, да Вот Требования брата родного Кстати Кстати, говорю К сожалению, ныне покойного У него жил И там Все не запоминаю Люди творческие Они всегда Рассеянные Не от мира сего О чем-то думают И вот душевой Я же говорил Там Пролил Наши воды Немного Забыл вытереть И все прочее Ну, мне тут Конечно, прилетело На орехи Потом От брата Не будет же Брата Жена там Наезжать Брат, конечно А у нас У татар Говорят Не знаю, как других народов Говорят Наусиканный Своей женой Острее ножа Ой Да, нет, не так Наусиканный своей женой Это нож Заточенный без воды Так говорят Так что вот Если я прихожу куда-то И К родственникам Родным братьям Там в Одессе Или где-то в других местах В селе родном И вижу, как брат Ко мне относится Значит Я не угодил Его супруге А тут Надо сказать Вот Как бы не сглазить Сказал бы Но Надеюсь И не получится Сглазить Потому что я много раз ездил И каждый раз Имел возможность Убеждаться в том Что Терпеливый народ С пониманием Всегда относится К гостям И Всегда вот Как-то Чувствуешь Какой-то Душевную Расслабленность Не надо В напряжении Там Не надо Бояться Что-то Знаете Не подумавши Сказать У нас К сожалению Вот У нашего народа Вот когда сидишь Родственниками С С Односельчанами С друзьями Там Для души Хочется что-то сказать Просто сидишь Поговорить по душам Просто хочется И Ну Как Пришла мысль Ты ее Озвучил Высказал А потом Доходит Ай-яй-яй А вот же Подумается Это намек Дескать Что это там Какой-то там Знаете Вот Есть поговорка Замечательная В доме У повешенного Не говорят о веревке Так вот Сидишь в гостях И Что-то сказал А потом Подумаешь А это как намек Воспримут Сам-то я привык Говорить Без обидняков Так просто Что Думаю Так Мысль пришла Если видишь Она нормальная Мысль Ну Как Если Относительно Каких-то событий То конечно Эта мысль К тем Может быть Воспринята Как намек У нас всегда Почему-то Какой-то намек Там Ищут Под этим Какой-то Смысл Другой Под смысл Или что Поэтому Естественно Сидишь в гостях И что-то там Сразу в голову не приходит Конечно Вспомнить Какой конкретно Там Момент Сидишь И Между прочим А люди воспринимают Как будто Ты намекнул На какое-то Обстоятельство Это вот Как-то у нас Сидели Отец Ныне покойный И брат уже К сожалению Тоже Ныне покойный Они сидели Отец Как-то говорил Вот такой-то сельчанин Нам Забыл Занести Говорит Долг Намекни ему При случае Хорошо Сказал брат На второй день Или вечер Скорее всего Тот Сельчанин Прибегает С дикими извинениями Отцу отдает деньги Долг Отец потом спрашивает Что ты намекнул что ли Да Говорит Намекнул А как Ну это прям Как анекдот Получается у нас А брат говорит Я сказал Если деньги не отдашь Моему отцу Долг Я тебя убью Намекнул Типа Вот У нас вот Намеки Намеки Видите Отец сказал Намекни ему Намекни Не скажи Что вот Если не отдашь Долг Смотри Худо будет А намекни Вот А брат Видно понимал Что Тот человек Если не в ладах Совестью Какой смысл Намекать ему Ну я отвлекся Я вот Сказал Что поговорка Есть Это значит Это значит Вот Я когда Говорю В адрес Гагаузского народа Какие-то вещи Приятные Они тоже Должны Заставить Задуматься Представители Нашего народа Вот я сейчас Поставил С этого села Перед сватовством Даже что-то было Там встреча И посмотрели Некоторые татары И тут же Комментарии Написали Вот смотрите Там шурум-бурум Всякие там нету У них своя музыка Красивая Они У нас вот берут И вот Несмотря на то Что большой народ Но нет Консолидации Нашего народа Когда-то я студентом был И С Алтая В Екатеринбурге Это был В университете В общежитии Она с Алтая Представительница Какого-то Тюркского Кажется Народа И Я ей сказал Что Нас тогда По переписи Было 6 миллионов 350 тысяч В СССР Она говорит Нам бы эти 350 тысяч Потому что Их было всего Наверное Там где-то 150 что ли Тысяч Но Я Сейчас бы Вот услышал Ее слова И сказал бы А чему завидовать Мы очень Дисперсный народ И это Каким-то Знаете Вот Говорят Боком Задевает Не самым Приятным Не самым Красивым Боком Если так Образ сказать Задевает Наши традиции Теряет Наш народ Традиции Села Которые Были Хранителями Традиции Они уходят Эти села Оттуда Молодежь В город Подалась Сами понимаете Вот Урбанизация Работа Квартира Все Все условия А в селах Остаются люди Определенного Возраста Предпенсионного И пенсионного Это кстати я заметил И в родном селе Вот Но если в родном селе У нас положим Это Не стоит брать За пример То Здесь Где когда-то Средоточие Нашего языка Культуры Обычаев Было Потому что Это был Обком Татарский Обком Партии Татарстан Татарская Автономная Республика Где проживало Четверть всех Татар Которые На свете И где только Они могли Сохранить Свою Самобытность Но Руководство Партийное Тогда Первый секретарь Говорил А Татарский язык Это язык Доярок Это язык На кухне И внедрял Русскоязычие И полумиллионам Горде В нашем Например На 250 тысяч Татар Сохранилась Единственная Татарская Школа Кстати Там Столько Выпускников Я Беру Интервью У Председателя Городского Суда Он Оказывается Значит Учился В этой школе Я Разговариваю Сижу В гостях У матери Одного Директора Генерального Директора Там Алло Холод Он Оказывается Он Учился В этой школе И много В общем Людей Которые В свое время Закончили Эту школу А у нас Главбух В редакции Как-то говорит Вот Я Учился По-татарски Поэтому Могла бы Карьеру Сделать То ли Я вот После того Как депутаты Прошел То ли Как журналист Там Золотое перо Продвинулся Известный В какой-то мере Стал То ли Из-за этого Она А я подумал Математику Знать Что тебе Надо Обязательно Русским Языком Владеть Там Формулы Нарисовать Как там Или по физике Или по каким По химии Что Судя по тому Что она В бухгалтера Подалась Значит Она По естественным Наукам Соображала Хорошо Я когда Соображал По естественным Потом По Одной Серьезной Причине Перестал Я Так Интересоваться Царицей наук Математика И Подался Я вот В гуманитарные И благодаря Этому В журналистику Пошел Так вот Что хочу Сказать У нас Вот Татарская Школа Они Учились На татарском Но Они Без акцента Все эти Говорят Стали Руководителями Крупными В городе И в республике Я Может быть В Москве Даже есть В аппарате Там В Как сказать В кабине Или где-то В Москве Тоже Есть они Вот Единственная Школа Осталась И Теперь Смотрите Вот Приблизительно Так Если Тогда В Татарстане У нас Где-то Было Полтора Миллиона Татар Из них Значит На 250 Тысяч Человек Одна Школа Ну Может Неправильно Подсчитывать Это Вообще-то Но Я Так уж Сначала Так Грубо Подсчитаю На 250 Тысяч Человек Одна Школа Четыре Шесть Школ Получается Если бы Эти города Были Но Благодаря Тому Что это Были Села Еще Кроме Городов Крупных У нас Города Там По 150 По 200 По 250 Тысяч Населения Половина Татары И вот Села В основном В селах Народ Был Еще Там Когда-то Кто-то Возмущался Почему У вас Дескать Главы Районов Татары А им Объяснили Потому Что В селах В основном Татары Живут Население Татарское В основном Так Вот В этих Селах Школы Были А сейчас Сел Практически Нет Школ Уровень Подготовки Я скажу В педагогическом Институте Жил в общежитии Шесть с лишним лет Видел я Мне даже Как-то Константин Говорила Спряжение Они даже Не знают На татарском Языке Учили Потому что Видно Все-таки Легче было Поступить В татарское Отделение Спряжение Говорят Не знают Заканчивают Говорят Вуз Спряжение Не знают Сейчас Не знаю Может получше Я сейчас Не общаюсь С ними И вот У нас Единственное было Сохранить Язык Культуру Свою самобытность На селе А село Исчезает Татарское Есть только Некоторые села Вот Новгородского Селя В Ульянске Или где-то Мордовии Где-то Есть села Там По несколько Мечетей Даже В одной Даже Сколько там Населения 25 что ли Тысяч Татар Живет Там Сколько-то Село Такое И Это я к тому Говорю Что В Гагаузере Крупнейшее Село Конгас 15 тысяч А Копчак 10 тысяч А у нас Вот то ли 25 тысяч То ли Где-то Вот Приблизительно Так И там Четыре Мечети А они Вот Единственная Наша Надежда Что сохранится Язык Веру Я не говорю Вера Худо-бедно Она в городе Сохраняется Там Много Мечетей Сидят у нас Из Центральной Азии Люди Но И своих Немало Молодежь Потянулась Ладно Это хорошо А вот В остальном К сожалению Нет школы У нас Я же рассказывал Что у меня Приятель Он Лидер Татарского Национального Движения Вот И Организацию Не называю Вдруг она запрещена А мне положено Говорить Что запрещена Просто говорю Что активист Он И он Как-то мне говорит Сын у него подрос Он непременно Хотел в татарскую школу Его И Мест не было Говорит Гимназия Она Там Ценилась Вот видите Как все стремились Туда А там Мест не было И он Эту маленькую Свою мальца Подослал К министру Образования И Нигель И Нигель Фатахов Кажется Если не ошибаюсь Прекрасный Кстати о нем Отзываются О нем люди И вот он Маленький Ребенок Подошел И говорит А вы Татарша Я хочу Учиться По-татарски Министр Не смог Конечно Иначе Отреагировать Как согласиться И в результате Приняли его Он Учился И учится В этой школе Гимназии Кстати Когда я В начале 90-х Писал про Русскую национальную школу И татарскую Там На татарскую Я не так А русскую Специально писал Чтобы Как не сказали Что я Заклинился На татарской тематике И мне Тогда Директор сказал О том Что вот Хотя Там активист Национального движения По его инициативе Русскую школу Национальную создали И второе Говорит Что В русской национальной школе Как и в татарской В русских школах Очень низкий уровень Преступности Это Дико звучит Вообще Уровень преступности В школах Но она же В городах Это Народ-то живет В городах В школы ходят И происходило это И раньше Просто Замалчивали А тут В 90-х годах Шлюзы Гласности Открыли И Пожалуйста И вот Национальные школы Самые минимальные Давали Уровень Вот Нарушений Право нарушений Скажем так Более Дипломатично Вот И вот Когда я Хвалю Гагаузский народ Наши смотрят И Многие Которые Разумно мыслят Они Пишут Да Правильно Вот здорово Надо брать пример Вот здесь тоже Так У нас У нас Какие-то песни Непонятные Шурум-бурум Звучат Что такое И Эти свадьбы У нас даже Вот когда Помню Племянницу Замуж отдавали Сейчас у нее Уже Как говорят Слава богу Двое детей Одна уже Скоро на выданье Можно сказать Подрастает Две дочери И вот Там все время Кричали Значит Ладно Это Още Още Типа Горько Но это нормально И вот Решили Какую-то Игру Затеять Поцелуй Передают Поцелуй Передают И Перед его Невестой Оказался Какой-то Парень Тоже Он должен был Ей поцелуй Передать А жених Отказался Это Чуждая Нашему Народу Игра Чуждая Игра И У нас Почему-то Вот читают Что Надо Перенять Вот Перенять Тогда мы Прогрессивный Дескать Цивилизованный Народ А если Мы свои Сохраним А на Руси Или в России Жи были Писатели Прогрессивные Деятели Которые Не соглашались С тем Что Россия Так отстала И в каких-то Дескать Сферах Она Вполне Даже Впереди В чем-то Какие-то там Нравственные Допустим Начало Нравственное Где-то Именно Вот в этом плане В чем-то Даже могла Дать фору Европе В чем-то И это Кстати Позволяло В отличие от Европейских Стран В России Подольше Сохранить Какие-то Основы Нравственности Как-то Села Поэтому И у нас То же самое Вот Не переняли Другие обычаи Других там Род Или Общеприняты Где-то Все А там уже Эти свадьбы В интернете Смотришь Кучу просмотров Собирают Они Ролики там Чего только Не вытворяют Что теперь Слепо Тупо Все заимствовать Да Дескать Чтобы нас не обвинили Как в консерватизме Или как там Еще в чем-то Так вот Смотрят И татары Говорят Вот да Гагаузы молодцы А они не знают Что Если бы они узнали Что это гагаузский народ В каких условиях живет Как он выживает Какие трудности переносит Что они едут на запад И работают Они никогда не жалуются И они всегда бодры Веселы Как говорят это Слово бодры Бодры Говорят бодры Веселы Веселы Они на самом деле Бодры Веселы Приветливы Никогда не жалуются Практически на жизнь Иногда только и все И приветливы Как всем Да И при этом Вот смотрят наши Если бы они знали Они бы еще больше Стали уважать Гагаузский народ Они гордились бы Вот мы тоже тюрки Как гагаузы Дескать Вот говорят у нас Они едут в Москву Пару недель Вахтовым методом Приезжают И деньги все пропивают А у нас-то Работы Достаточно Нет такой проблемы Можно было Допустим Как люди Горожане Стремятся в села Ехать в села Например Могли бы Но нет у нас Такого Сабантуи Да Конечно Это неплохо В день Сабантуя Когда у нас Прокатывается волна Сабантуев И там Даже Как-то на официальном уровне Это Публикуется В селах Какого числа В районах Райцентрах Какого числа В городах Значит И в столице В Казани А потом Федеральный Сабантуй Федеральный городской Сабантуй И федеральный Сельский Сабантуй Вот Кстати В 26-м что ли Году Собирается Федеральный Какой-то Сабантуй Проводить В городе Омске Так вот В Екатеринбурге Проходил он даже Губернатор Прием сделал Наш президент Приезжал Я с ним там Общался И я там С премьер-министром Области И председателем Госсовета Как там Не Госсовета Загсобрания Бабушкиной Замечательным человеком Много лет Она возглавляет Это Со многими Руководителями Познакомился И Хороший Это момент Был Для того Чтобы Расширить Круг знакомств И Как-то Информацию Какую-то Получить О том Как область Поживает Там Села Татарские Есть Целые И там Как-то Сохраняется Татарское Что-то такое Самобытное А вот В Татарстане К сожалению Не так давно Я прочитал В официальной прессе О том Что все официально Упразднили Какое-то село Потому что Народа нет И когда я Из города Мы ездили С одним религиозным Деятелям Поселам Они тоже Мы приехали Ах Какие у нас Восторги Конечно Вы на природе У вас все там Хорошо А они Недовольны Потому что Условий Не очень Условий Не очень Поэтому народ Города стремится И теряет Свое лицо Национальное Гагаузы Нам пример Того Как надо выстоять Они где-то Едут Работают Приезжают Все равно Родное село Если бы у нас Так было Как в Гагаузе Этих селах Там То у нас Наверное Гораздо Быстрее Стремительно Вот этот процесс Пошел бы И села Обезюдели бы А там Удивительным образом Я боюсь сказать Наверное Больше половины Это действительно Так Работает Где-то там Но приезжают И живут В родном селе Я только знаю Единицы По пальцам Перечитать Мне вот говорили Мы вот Гагаузские Семья Я там Гостил И сказали А мы там Значит В Москве Тоже поселились Квартиры В Батикузяли Мы Говорят Замкадыши Как они Сами себя Назвали Вот А основная Эта масса Продолжать Жить Работать Трудиться Сохранять Обычай Традиции И вот Наглядный Пример Как свадьба Проходит И наши Смотрят И восхищаются Восхищаются Прямо Свадьбы Вот Молодцы Мол Гагаузы Браво Я там Спел им И дочери После этого Остался Но продолжал Он из Конгаза Сказал Посещать Продолжал Родину В моем Родном Селе Из Чемешли Тоже С улицы Садовая Он сказал Мама там Живет Он сам Молдаванин Давно Он приехал В наше село И как бы у нас Раньше Процветал Совхоз А потом Все хуже 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 И Несмотря на это Он до сих пор В этом нашем Родном селе Живет Касьян Андрей Живет Я помню Как-то я был Маленький На проводах Зимы Он тогда Узбекскую песню Спел На манганские Яблоки Я его просил Говорю Дай пожалуйста Мне текст песни Я тоже хочу А он побоялся Наверное конкуренции Так и не дал И вот я приезжаю Он там У реки Убирает мусор Озабоченный Со мной поделился Вот Своей Озабоченностью А я начал выяснять Он Говорит Да я вот там А если что Будешь проезжать Заезжай там Там улицы Поменяли название И мы Когда меня В Кишиневе Встретили в аэропорту И повезли В Копчак Ребята спасибо Из Копчака Специально Меня встретили Мы искали Искали эту улицу К сожалению Нашли там Улицы Почему-то Поменяли Но садовая Значит Она по-другому Что ли Как-то называется Видно Все-таки Населенный пункт Довольно большой Видно Большой Все-таки Такой Вот И Не нашли Мы Хотел я просто Поговорить Сказать Вот Замечательно У вас Это сын Вроде его мама Или сестра Вот я сейчас Уже путаю У меня мысли О другом У меня Генеральная Линия Моего Повествования В том Что Татарский народ Должен больше Знать о Кагаузском Народе И Примеры брать И вот Именно Есть понятие Голубая Зависть Или какая Светлая Зависть Белая Зависть Какая Там Какая Она должна Присутствовать В крови У каждого Из татар Чтобы видели Смотрите Трудолюбивый народ Татары Всегда трудолюбивы были Многое Связывает Наши народы У нас Православные Есть татары Когда я там Отцу Виталию Уважаемому Нашему В Копчике На Дне села И храма Вручал Чак-чак Показал Казанский Кремль Там фотографии На коробке И я ему говорю Вот мечеть А там Вот Поодаль Видно Церковь Потому что У нас Две религии У нас Есть татары Православные Тоже Вот И им интересно Я даже Когда Крайний раз Ездил в Гагаузию У нас По городу Обегал Везде Ни в одной церкви Не нашел я Евангелии На татарском языке А в Казань Ехать я вот отсюда Летел самолетом Мне в Казани Крюк такой делать Не с руки было А так хотелось У нас в Казани Есть Храм Православный Где Для Крашен На их родном языке Проводятся службы А здесь Я на их языке Не нашел Евангелие Потому что я хотел В качестве подарка Вот символического Привезти от них От православных Татар Православным Гагаузам Вот Братьям по вере Эту книгу Ну я надеюсь Еще Будет возможность Значит Все таки У меня такая Всегда Мысль Появляется Что если ты еще Не сделал Не получил Значит В перспективе Есть такая возможность Значит Надеюсь Не крайний раз Не самый Не последний раз Я посетил Благословенную Эту землю Гагаузскую народа И у меня будет Еще возможность Обязательно Книжку эту привезти Вот Что еще Хотел сказать Вот Хотя Говорят Хороша Веревка длинная Речь короткая Все таки Мне просто На эту тему Приятно размышлять Нашему народу Надо Беря пример С гагаузского Постараться Все таки Сохранить То что есть И я думаю Что вот Своими публикациями Этими видео Я все таки Смогу Какой то Посильный Вклад Посильный вклад Посильный лепту Внести В этот процесс И я думаю Что В этом плане Гагаузский народ Окажет нам Большую Услугу Замечательную Ваш пример Будет вдохновлять Наш народ На сохранение Того Что им Наряду с языком С религией Вот Там все Обычай Все в общем Завещали Оставили В наследство Предки А сохранять Все это И приумножать Это наш долг Тюрков Какой бы веры Мы не придерживались Всего доброго Спасибо за внимание Протсветания Гагаузьеры Желаю От души